Западные экономические грешники продолжают метаться между молотом желаний и наковальней последствий. Золотовалютные резервы России, которые были заморожены в западных банках и депозитариях, не дают покоя. Да и их можно понять. Трудно вообще-то сдержаться, когда перед вами лежат вкусные монетки, слитки, ну или просто нолики на компьютере, означающие, что у вас появится прибыток на счетах, уже в ваших счетах. И задача только в том, что последствия такого решения не заставят себя ждать. Bloomberg предупреждает, что попытка нагреть ручки на ЗВР России приведет к тому, что другие участники рынка примут решение начать вывод активов из-под юрисдикции США и Евросоюза, что будет означать конец гегемонии доллара. Его доля и так стремительно сжимается, и мир все больше торгует вне западных площадок. Тот же SWIFT, отключением которого так долго пугали либералы, превратился из единственного способа передачи финансовой информации в лишь один из многих. Причем далеко не самый надежный. Не только в экономическом плане, но и в политическом. И тут не ясно, что из двух зол хуже. Все-таки авторитет помогает пережить многое, включая финансовые и экономические проблемы. А богатый мошенник никому не нужен, ведь любая работа с ним – риск. Там это прекрасно понимают, но как алкоголик перед открытой бутылкой не могут сдержаться. Остается только искать благородные предлоги для успокоения собственной совести. Мол, это не мы тут шастали, а они сами в карман упали. В итоге, сверхсекретное предложение от США к членам G7 попало в руки Financial Times, сообщающий, что Вашингтон предложил своим союзникам по шестерке. Ну прям верняк план отжатия русских ЗВР. Еще и на законной основе. Только цсс, совершенно секретно. Решений никаких пока еще не принято, но министры финансов уже обсуждают способ изъять 300 миллиардов долларов. Изучается правовая сторона вопроса и механизмы, в том числе механизм передачи средств в руки больностраждущих. Приурочить решение хотят к 24 февраля 2024 года. Совсем немного времени осталось, чтобы узнать результаты их химических изысканий. Правда, предыдущие разы упирались в невозможность сделать это законно, а проигнорировать опасения мировых финансовых игроков там пока еще не могут. Германия, Франция, Италия трусят принять окончательное решение и требуют строгой секретности. Мы вам тоже строго секретно об этом говорим. От сверхсекретных дел перейдем к публично-житейским. В последнем своем интервью Сергей Лавров коснулся темы западных санкций и того гибридного похода, который учинил против нас весь коллективный Запад целиком. В итоге за последние два года Россия стала только сильнее. Сплоченность и единство общества только возросли. Нам есть еще о чем спорить, и споров в нашем обществе достаточно. Но мы едины в достижении своих целей, и это будет сделано. Если российский народ решил, то значит так и будет. И эта уверенность передается и нашим политикам, и нашим людям, кто еще сомневается. Интересно, а по ту сторону здравого смысла просчитывают вариант, что попытка кражи ЗВР лишь еще больше укрепит нашу решимость? Скорее всего, нет. А зря мы русские не любим, когда наше добро и наши интересы трогают. Ведь это точно не конец истории.